В течение двух месяцев начались гриппоподозные состояния, ломота мышц, насморк, болезнь горла, температура. Сначала Анна думала, что у нее просто затянувшаяся простуда. Но симптомы не приходили и пришлось дать анализы. Врачи поставили неприятный диагноз – клещевой боррелиоз. Следующие два года прошли как сон. Сплошные поликлиники, врачи и дорогостоящие препараты. В среднем курс на месяц, если по российским ценам, это 30 тысяч рублей, а если по польским, это 10 тысяч рублей. Поэтому больные делают так. Они едут раз на 3-4 месяца, закупаются на 3-4 месяца. Через 4 месяца опять возвращаются, закупают следующий курс себе этих лекарств. На лечение девушка потратила около миллиона рублей. А не повезло. Наконец она здорова, но могла остаться инвалидом. И наученная горьким опытом, теперь всегда будет использовать средства защиты. Но какой из способов выбрать? Один из вариантов – вакцина. Прививку делают заранее, до сезона активности клещей. Еще можно использовать репелленты. Их наносят на одежду для отпугивания паразитов. Недавно на рынке появились даже противоклещевые костюмы. Одну из марок производят в подмосковном Томилино. Вот так выглядит готовый костюм. Кстати, в нем не так уж и жарко, потому что сделан он из 100% хлопка. Итак, как все это работает? Во-первых, все максимально закрыто. Во-вторых, есть вот такие механические ловушки, которые задерживают клещей. В-третьих, одежда пропитана специальным отравляющим паразитов веществом. А теперь сравним средства защиты. Аэрозоль против клещей стоит в среднем 120 рублей. Но за сезон у любителя природы может уйти полсотни баллончиков. То есть уже 6000 рублей. Да и защищает спрей. Только на 90%. Прививка стоит 1500 и обеспечивает 95% защиту. Но только от энцефалита. Она не действует против боррелиоза, клещевого тифа и других инфекций. Стоимость костюма 6200 рублей. Гарантия производителя – 3 года носки. Спецодежда дает максимальную защиту. Но только при правильной эксплуатации. Мы просим застегивать куртку до конца, заправлять внутреннюю рубашку в брюке. Существует правило нахождения в лесу в период активности клещей. Нельзя сидеть на траве, нельзя лежать на траве. Получается, ни один из способов не защитит вас на 100%. Поэтому не стоит пренебрегать простыми и проверенными правилами. После похода, пикника или прогулки проверьте одежду. Паразит может прятаться в складках ткани. А если все-таки клещ вас укусил, сразу обратитесь к врачу. Любую болезнь легче вылечить на ранних стадиях. Елена Шмагина, Кирилл Титов, Валентин Семыкин. Новости Подмосковья.